На первый взгляд, это самый обычный CityCoco с двумя съемными аккумуляторами. Но чем же этот CityCoco отличается от других? На базе одной из самых красивых рам, используя брендовые качественные комплектующие, мы создали самый мощный электроскутер форм-фактора CityCoco. В результате мы получили максимально возможный КПД для электродвигателей и контроллера, а также пиковую мощность 20 кВт. Динамика разгона сравнима со спортивными мотоциклами. При этом номинальная мощность двигателя не превышает 3 кВт, поэтому для езды на этом электробайке в Украине водительское удостоверение не требуется. Если вам не нужна такая мощность и большой крутящий момент, к примеру, сейчас вы только учитесь ездить, либо предпочитаете более спокойную езду, то это вовсе не проблема. Мощность, крутящий момент, реакцию электробайка на ручку акселератора и еще много чего другого можно самостоятельно настраивать в широких пределах с помощью компьютера. Можно добиться даже того, что старт с места ускорения будут плавнее, чем у самых слабых 800-ваттных CityCoco, но об этом в конце видео. А сейчас мы покажем вам, за что вы платите, покупая Long Range 2020 года выпуска модернизированной компании Райт. Двигатель Мы использовали двигатель производства лучшей на китайском рынке электродвигателей компании QS Motors. Его реальная номинальная мощность 3 кВт, но он имеет значительный запас мощности. Мы давно планировали использовать подобный двигатель в CityCoco, но QS Motors не делает подходящий по размеру двигателей. Поэтому нам пришлось заказывать изготовление специального колесного диска, куда монтируется сам двигатель. Широкий алюминиевый колесный диск улучшил рассеивание тепла двигателя, что дало возможность подавать в момент разгона до 20 кВт мощности. При этом нам так и не удалось перегреть этот двигатель. Обратите внимание, несмотря на то, что это мотор-колесо и редуктора в нем нет, этот двигатель имеет очень большой крутящий момент, начиная с самых низких оборотов. Контроллер Для такого мощного и качественного двигателя нужен и соответствующий контроллер. Мы использовали контроллер американского бренда Kelly, модель KLS 7230. Это очень надежный синусный программируемый под множество индивидуальных настроек контроллер с высоким КПД. Производитель заявляет до 300 Ампер фазного тока, но по нашим замерам пиковый фазный ток превышает 420 Ампер. Батарейный ток можно выставлять такой же, как фазный, но мы остановились на отметке 270 Ампер, чтобы не ускорять износ аккумуляторов. При рабочем напряжении аккумуляторов 77,7 Вольт сборка 21С это дало более 20 кВт мощности, чего более чем достаточно для форм-фактора CityCoco. Спидометр Поскольку контроллеры Kelly не работают с традиционными дешевыми спидометрами, нам пришлось использовать брендовый программируемый бортовой компьютер 750C. Он имеет большой цветной дисплей, на котором показывается не только скорость и общий пробег, но и энергопотребление в ваттах в час. Ваттметр позволит примерно посчитать, сколько вы проедете при определенных условиях езды. Спидометр наконец-то стал показывать правильно и может быть откалиброван в меню дисплея. Аккумуляторы В минимальной конфигурации вы можете купить CityCoco Long Range со стандартными 60-вольтовыми аккумуляторами, которые мы используем и в других моделях. На максимальную скорость будет 52 км в час, а мощность до 14 кВт. Чтобы поднять максимальную скорость почти до 70 км в час, а мощность до 20 кВт, мы сами изготавливаем аккумулятор, используя более высокотоковые элементы и напряжение 77,7 вольт вместо стандартных 60 вольт. Высокий КПД и надежность электроники В моторе QS Motors, в отличие от стандартных моторов CityCoco, высокий КПД не только на высоких оборотах, но и на низких. Это обеспечивает значительно больший пробег в городском режиме с постоянными разгонами, либо при езде по бездорожью. При езде по прямой пробег увеличился более чем на 10%. При использовании двух аккумуляторов общей емкостью 77,7 вольт 54 ампер часов, вы сможете проехать до 230 км при скорости 35 км в час, либо до 160 км при скорости 55 км в час. В продаваемых нами CityCoco могут ломаться контроллеры, даже несмотря на то, что мы устанавливаем защиту от перегрева. Такая проблема может встречаться у одного из двух ста. Конечно, мы меняем контроллер по гарантии, но все же это не очень приятно. А с брендовыми контроллерами Kelly такого не случается, ведь там контроллер может выйти из строя только при самостоятельном неправильном программировании. Разъемы контроллера значительно лучшего качества, и очень маловероятно, что у вас отойдет какой-то контакт. А фазные провода, наконец-то, достаточной толщины и не то что не горят, но даже и не нагреваются. Покупая новую версию Long Range с контроллером Kelly и двигателем QS Motors, вы можете не бояться, что однажды ваш электроскутер перестанет ехать без каких-либо причин. В механической части и навесном оборудовании также есть изменения. Подножка теперь с датчиком, и вы не сможете уехать, пока ее не уберете. Крылья визуально такие же, но на каждом байке мы их усиливаем. Теперь они не треснут, а лишь ломаются кусочками, и то в случае относительно сильных ударов. За три месяца жестких тестов с рамой байка ничего не произошло. Из-за этого мы решили оставить обычную стандартную китайскую раму. Но если вы хотите более прочную раму, мы можем изготовить для вас ее самостоятельно. Но заметьте, что это повлияет на конечную цену и на сроки сборки электроскутера. Все остальное такое же, как на предыдущей версии Long Range 2019 года. Передние амортизаторы пружинно-масляные. Задние полноценные газовые с возможностью подкачки. Сидение водителя самое мягкое из всех моделей CityCoco. Световые приборы также самые яркие и хорошо видно даже в солнечный день. Оба аккумулятора съемные. Есть багажное отделение под сидением пассажира, которое закрывается на замок. Самое главное, чего так ждали владельцы CityCoco с 12-дюймовыми колесными дисками. Это низкопрофильные тракторные покрышки. Теперь и на CityCoco с литыми дисками можно ездить по любому бездорожью и снегу. Нам было очень непросто достать эти покрышки, ведь в продаже в Китае их нет. И мы заказывали их изготовление на европейской фабрике. Теперь о программировании контроллера. В стоимость покупки входит три бесплатных настройки. Но если вы хотите настраивать контроллер постоянно и в домашних условиях, в интернете уже есть подробное видео о том, как программировать данный контроллер. Ссылку на него мы добавим в описании под видео. Единственное, чего не рассказывали в данном видео, это как настраивать плавность старта. Для максимально резкого старта установите значения, введенные красным на максимум. И наоборот, для того, чтобы старт был плавным и крутящий момент увеличивался с набором оборотов, снести значения. Рекомендовано менять их пропорционально. Если первое значение меняется на 1000 единиц, то второе на 100, а третье на 500. Если у вас уже есть Long Range предыдущей версии, но вам хочется иметь такую же электрическую начинку, как в новой версии, обращайтесь к нам. Мы сможем полностью модернизировать ваш электроскутер, заменив контроллер, мотор, дисплей, а также установим датчик для подножки. Продолжение следует...